Многие люди любят рыбалку. Ловя рыбу вы можете подумать о своих проблемах, насладиться природой или же просто погрузиться в своеобразный транс и отвлечься от дневной городской суеты. В основном рыбаки ловят небольшую рыбу, однако некоторым из них все же удается поймать настоящих морских гигантов, что становится целым праздником. Ведь действительно, какой рыбак не мечтает о крупном улове – от опасных крокодилов и гигантских кальмаров до рекордных самов и акул. С вами канал SmartPizza и в этом выпуске мы расскажем вам о 10 самых больших уловах рыбы в мире. Погнали! Номер 1. Самый большой голубой тунец Самый большой голубой тунец был пойман рыбаком Кеном Фрейзером осенью 1979 года в канадской провинции Новая Шотландия. Кен выловил поистине огромного тунца, вес которого составил 678 килограмм. Поимка такой махины заняла у Фрейзера примерно 45 минут. После того, как Кен выловил рыбу, были произведены замеры и сделана фотография. После этого тунец был отпущен на волю. Кстати, что касается фотографии, то не думайте, что это фотошоп. Это настоящий снимок, показывающий, насколько огромную рыбу удалось поймать Фрейзеру. Своим уловом Кен установил мировой рекорд, который никому не удается побить уже на протяжении 40 лет. Номер 2. Большеротый окунь Окуни – это наиболее часто попадающиеся рыбакам рыбы, а также одни из самых важных объектов спортивного рыболовства. Однако здесь стоит оговориться и сказать, что когда речь заходит о спортивном рыболовстве, то большинство людей подразумевает большеротых окуней или форели окуней. Большеротый окунь пользуется немалой популярностью среди рыболовов нового света, а в последнее время также Европы и Японии. Рыболовы чаще всего ловят большеротых окуней на спиннинг, используя силиконовые приманки или такие традиционные наживки, как черви и опарыши. Учитывая, что некоторые представители этого вида окуней могут весить до 5 килограмм и более, кажется, что их невозможно заставить клюнуть на такие примитивные наживки. Тем не менее, некоторым счастливчикам это все же удается. В 2009 году японскому рыбаку Манабу Куритам удалось выловить из озера Бива в префектуре Сига большеротого окуня длиной в 73 сантиметра и весом в 10,5 килограмм. Выловленный японцем окунь стал самым крупным из всех, что попадались рыбакам до этого. Манабу Курита побил рекорд, который с 1932 года удерживал один рыбак из штата Джорджия. Тогда он поймал большеротого окуня весом в 10 килограмм. Помимо всего прочего, было установлено, что выловленный из озера Бива окунь являлся долгожителем. Его возраст составлял 77 лет, поэтому можно сказать, что японцу Манабу Курита повезло во всех отношениях. Номер 3. Антарктический гигантский кальмар В 2014 году капитан морского судна из Новой Зеландии Джон Беннет вместе со своей командой выловил извод Антарктического моря Росса, самого большого антарктического гигантского кальмара за всю историю. Сразу скажем, что антарктический гигантский кальмар – это глубоководный вид невероятно огромных кальмаров. Выловленная Джоном особь весила 350 килограмм, а диаметр ее глаз достигал размера обеденной тарелки. По оценкам, если бы из этого кальмара сделали кольца, то по своей величине они были бы сравнимы с колесами большого бульдозера. Стоит сказать, что команда Джона и сам капитан провели отличную работу и выловили гиганта, не повредив его. Они передали особь ученым в Национальный музей Новой Зеландии Типапа Тангарева, чтобы исследователи смогли тщательно изучить это необычное морское животное. По словам старшего куратора музея, ученые надеются узнать больше о том, какое место это существо занимает в пищевой цепи и сколько генетических вариаций есть среди различных типов кальмаров. Также они хотят узнать ключевые факты о том, как именно огромные животные живут и умирают. После того, как антарктический гигантский кальмар будет детально изучен учеными, его выставят для всеобщего обозрения. Кстати, стоит сказать, что этот антарктический гигантский кальмар стал вторым подобным пойманным Беннетом и его командой из вот антарктических морей. Ранее, а именно 12 лет назад, они выловили первую особь этого вида, которая, к слову, также была доставлена в вышеупомянутый Национальный музей Новой Зеландии. Номер 4. Большая тигровая рыба Большая тигровая рыба – это свирепая пресноводная хищница, которая славится своими острыми, как бритва крокодильями зубами. Многие считают, что эта рыба гораздо опаснее пресловутой пираньи, и не зря. Ведь большая тигровая рыба бесстрашно охотится даже на крупных крокодилов, обитающих в африканских водоемах. Ученые считают, что длина самых крупных особей данного вида может доходить до двух метров, а вес достигать 50 килограмм. Летом 1988 года отважный рыбак Реймонд Хоутманс частично подтвердил догадки ученых, выловив из одного из африканских водоемов огромную тигровую рыбу длиной в полтора метра и весом в 44 килограмма. Таким образом, Реймонд установил абсолютный рекорд, который никому не удается побить уже на протяжении более 30 лет. Впрочем, вполне вероятно, что спустя какое-то время какой-нибудь удачливый рыбак выловит более крупную тигровую рыбу, обновив мировой рекорд и подтвердив изначальные предположения ученых. Номер 5. Гигантский сом Несколько лет назад итальянские рыболовы братья-близнецы Дино и Дарио Феррари выловили из реки По на севере Италии самого большого сома в задокументированной истории. Братья были без ума отчасти, ведь рыбка была и впрямь не маленькой. После замеров было установлено, что длина пойманного сома составляла 267 сантиметров, а вес 127 килограмм. Таким образом, братья Феррари установили новый мировой рекорд и побили собственный рекорд по ловле крупногабаритных рыб. Тем не менее, считается, что пойманный итальянцами сом далеко не самый большой представитель данного вида на Земле. По разным неофициальным данным, в 19 веке в европейской реке Одер был пойман сом весом в 400 килограмм. Впрочем, эта информация никак не подтверждена, поэтому остается лишь поверить на слово. Так или иначе, достижение братьев Феррари однозначно навсегда войдет в историю. Номер 6. Самая большая китовая акула Самая большая китовая акула была поймана в Пакистане в 2012 году. Если быть точнее, ее не поймали, а достали из Аравийского моря уже без дыханной. По сообщениям, мертвую самку китовой акулы прибило к берегу, где ее обнаружили местные жители, решившие вытащить ее на поверхность. Чтобы достать китовую акулу из воды, потребовалось два мощных крана, которые были предоставлены местными властями. Вся операция по подъему 15-тонной акулы заняла примерно 4 часа. После того, как самку выловили, были произведены ее замеры. Длина акулы составила 12 метров, а вес более 15 тонн. Поскольку промысел китовой акулы официально запрещен, ввиду того, что этот вид рыб находится на грани вымирания, то же самки выкупил местный рыбный дилер по имени Касиму Нияби. Сумма сделки составила 1,7 миллионов пакистанских рупий. В 2012 году в пересчете на доллары эта сумма была эквивалентна 17,5 тысячам долларов. Сейчас же она составляет примерно 10,5 тысяч. Помимо этого, перед завершением сделки ученые также взяли несколько образцов этой самки, чтобы изучить подробности ее смерти. Стоит сказать, что это событие вызвало национальный ажиотаж, поскольку китовая акула принадлежит к числу рыб, традиционно добываемых в Аравийском море индийскими и пакистанскими рыбаками. В прибрежных районах Пакистана мясо китовой акулы употребляется в пищу свежим или соленым, а ее печень используется для извлечения жира для пропитки рыбачьих лодок. Номер 7. Крокодил Лалонг. Крокодил по кличке Лалонг был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой крокодил, содержащийся в неволе. По официальным данным, его длина составляла 6,16 метров, а весь лон 1075 килограммов. Этот гигант жил в соленых морских водах недалеко от города Бунован, Филиппины. В сентябре 2011 года этого великана удалось поймать совместными усилиями местных жителей, охотников и властей. Сперва проводились поиски крокодила, которые заняли около трех недель. Когда Лалонг был наконец выслежен, потребовалась сила 100 человек, чтобы поймать его и сдвинуть с места. При поимке он вел себя очень агрессивно и даже дважды разорвал сети, которыми его связывали. Кстати, свое имя Лалонг получил в честь охотника, который принимал активное участие в подготовке к охоте на крокодила, но скончался от сердечного приступа за день до его поимки. Несмотря на то, что благотворительная организация по защите животных попросила вернуть крокодила в родную реку, местный мэр отказал им в этой просьбе, так как Лалонг был слишком опасен для местных жителей. Впоследствии гигант был перенаправлен в филиппинский зоопарк, где мгновенно стал одним из самых известных и часто посещаемых животных. Спустя два года Лалонг скончался от сердечного приступа, вызванного пневмонией. Считается, что на момент смерти крокодила его возраст составлял около 50 лет. Номер 8. Огромная луна-рыба Обыкновенная луна-рыба – это вид рода лун-рыб одноименного семейства. Также это одна из самых тяжелых из современных костных рыб во всем мире. В среднем эти рыбы достигают в длину около 3 метров. Официальным же рекордсменом является крупная луна-рыба, которая была поймана 18 сентября 1908 года, недалеко от Сиднея. Ее длина составляла 3 метра, высота 4,26 метра, а масса 2235 килограмм. Благодаря своим исполинским размерам, данный экземпляр был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но это еще не все. Из некоторых источников можно узнать, что некогда в Атлантическом океане, возле побережья американского штата Нью-Гэмпшир, была выловлена луна-рыба длиной в 5,5 метров. Масса данного экземпляра остается неизвестной. Ввиду этого, данную особь нельзя официально считать самой крупной представительницей рода лун-рыб. Номер 9. Панцирная щука Панцирная щука – это необычная рыба со своими характерными особенностями. Внешне она похожа на аллигатора, в связи с чем ее иногда называют рыбой-аллигатором. На данный момент эти рыбы выглядят так же, как и 150 миллионов лет назад, когда они жили по соседству с динозаврами. Панцирная щука может вырасти до 3 метров в длину и весить около 100 килограмм. Это что касается усредненных показателей. Самый же большой экземпляр панцирной щуки, по официальным данным, достигал в длину 291 сантиметра и весил 123 килограмма. По сообщениям, данная щука была выловлена из реки Миссисипи. Кстати, в связи с тем, что в водах этой реки водится немало панцирных щук, один из местных видов был даже назван миссисипским панцирником в честь места своего обитания. Номер 10. Огромная грифовая черепаха Грифовая или аллигаторная черепаха – это один из самых крупных представителей среди всех видов пресноводных черепах. В среднем длина их тела составляет 140 сантиметров, а длина панциря около 80 сантиметров. Средний вес этих животных составляет примерно 60 килограмм, но по некоторым сведениям иногда он может доходить до 80 или даже 100 килограмм. Это подтверждается на примере самой крупной грифовой черепахи, которая была выловлена в Чикаго. Масса ее тела составляла невероятные 107 килограмм. Эта особь была зарегистрирована в зоопарке Чикаго, где по всей вероятности пребывает до сих пор. На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр!